Павел, скажите, пожалуйста, про интересную позицию событий, которые сегодня произошли. Сегодня стало известно о решении создать консультативный совет с представителями так называемых республик ДНР и ЛНР в контексте Крыма. Как вы оцениваете такое решение? Однозначно мы оцениваем, я говорю, свою субъективную позицию, потому что я не могу в данном случае говорить о международном статарском народе. У нас завтра будет совещание, мы, возможно, обсудим этот вопрос и, возможно, будет какая-то позиция, а не флиса. Но моя субъективная позиция, конечно, я отношусь негативно, потому что, с одной стороны, конечно же, тот посыл, что должна быть дискуссионная площадка, что нужно искать механизмы разрешения для проблемы, однозначно должно быть такое. Но, с другой стороны, мы видим явную сдачу интересов Украины. И в данном случае, когда речь идет о том, что Российская Федерация приобретает позицию как наблюдателя на уровне той же Германии и той же Франции, а с другой стороны, получается, на равных будут консультироваться между собой Украина с представителями так называемых ЛНР и ДНР. И в этом случае Россия уходит от ответственности о том, что она имеет прямое отношение к Крыму. И на самом деле, вот те последние события из Севоха и те последние события, когда постоянно заявляют о том, что необходимо подать воду или возобновить подачу воды в Крым и так далее, у меня складывается впечатление, что сегодня украинская власть или часть украинской власти пытается проверить, грубо говоря, навшивость самого украинского общества, как оно отреагирует на все эти процессы. И поэтому наша задача сегодня четко позиционировать, что у Украины должны быть только национальные интересы. Это восстановление целостности Украины, это не сдача никаких интересов и не идти на уступки, которые могут впоследствии привести к нарушению целостности Украины и вообще под угрозу вообще украинской государства. Продолжение следует...